Тельман Хасбатырович – отец четверых сыновей. Младшему 14, старшего, недавно мобилизовали для выполнения долга родине. Сам колхозник сожалеет, что в родной станице Екатериноградской слово «родина» мало что значит. Ну куда молодежь будет стремиться? К чему? Уже иногда среди детей слышится разговор. Какая родина? Нет у этой родины. Людей кинули, людям работать негде. Люди, ну как говорится, люди-то это одно. Тут же дети. И дети все видят эту несправедливость. Несправедливостью жители станицы называют события последних двух лет. Преуспевающий некогда колхоз имени Петровых, прохладненского района Кабардино-Балкарии, в 2020 году попал, как пишет газета «Ставропольские ведомости», под рейдерский каток. Была создана кредиторская задолженность почти на 200 миллионов рублей. Долгов было очень много от предыдущего председателя. Там такие миллионы. Кредиты не уплачены, лизинги не уплачены. Лариса Дегтяренко, жена тогдашнего председателя колхоза, которого обвинили в превышении должностных полномочий и вынесли приговор. Да, давили на него. Подписал. Может быть, глупость совершил, я не знаю. Давили на него. Этих проверок было по пять в день. И ОББ, и прокуратуры, и ФСБ. Тем временем в станицу зашли новые люди с желанием спасти колхозные земли. С большими, красивыми обещаниями пришла Махова, у нас стало резко все падать. Почему? Потому что красиво говорить – это одно, а работать – это совсем другое. Наше хозяйство разбомбили, выгнали всех на улицу, землю отобрали. Люди сейчас вынуждены ездить за десятки километров работать. Я возмутилась до предела. Если бы они пришли с хорошим намерением, станица бы жила, людям работы давали, семьи не распадались, молодежь бы не спивалась. А у них одна цель – цель наживы. Для защиты своих прав жители станицы стали обращаться в суды и писать жалобы в полицию. Арбитражный суд Габардино-Балкарии признал действия предприятия «Новое время» в части договора прав по аренде земли недействительными. Саму сделку мнимой и обязал вернуть колхозу все 13 471 гектар земли. Оппоненты решение обжаловали. Но между тем и 16-й арбитражный апелляционный суд, и арбитражный суд Северокавказского округа оставили его без изменений. Были суды, мы выиграли нам землю, вернули вроде как по судам, но землю нам никто не отдает и до сих пор. Почему не исполняется решение суда, людям не объясняют. Колхозники вынуждены обращаться с письмами в Верховный суд России, в Следственный комитет и другие инстанции. Пусть она отдает нам землю, как решили суды. Суды решают землю вернуть хозяйству. Надо землю вернуть, и люди все вернутся в хозяйство и будут работать. Я очень прошу, пусть СКФО проведет, или Москва пусть приедет проведет, но объективно. Все надеемся, что нам все-таки беспредел этот закончится и вернут нам землю. И наша молодежь, наши дети, наши внуки должны быть работать на своей земле. За время подготовки сюжета из двух станиц колхоза, Прибрижной и Екатериноградской, были мобилизованы более 50 добровольцев. Ушли, чтобы родину защищать. А сами станичники верят, что родина защитит их законные права на родную колхозную землю. Ирина Уланова, Вячеслав Юшкевич, АТВ из станицы Екатериноградской, Прохладненского района, Кабардино-Балкарии.